всем привет друзья меня зовут саня добро пожаловать его саня зовут я тебя понял гостях точнее я в гостях в студии призыва нет но все тут ребята спасибо ты можешь сколько угодно отрицать реальность но она такова так что сиди молчи моё обращение к курят построена тебя через лет 10 главный редактор проекта н.н. м.н. пополам михаил сооснователь компании призыва нет привет саша привет виталий спасибо что позвали наша цель сегодняшней беседы это разобрать деятельность компании призыва нет мне было бы интересно узнать на самом деле вот в моем чате сидят парни на какого вы возраста призывного или нет и вообще грозит ли вам в будущем даже если сейчас а в будущем но призыв как таковой в армию как у вас по здоровью там и вот это вот все чего вообще ждете чего вообще ожидаете что вообще по этому поводу думать даже если вам 16 17 но это уже вот близко она уже перед вами почти в его вам страшно вообще боитесь этого или нет и позадавать все вопросы до которые у нас возникли с виталием во время создания 3 3 роликов да по моему 3 роликов о компании призыва нет просто я помню пиздец как я боялся вот еще давно было хотя там в то время все было более-менее мирно в мире более-менее в мои 18 лет но я так боялся военкомата болевать я так боялся что меня отправить в армию нет пиздец я я все делали то что туда не попасть естественно по здоровью ху бля которых были удалены через суд где стец была компания призыва нет также мы хотим в этой беседе до прийти к какому-то общему знаменателю я лично надеюсь что это видео на моем канале про призыва нет последние постараемся найти общий знаменатель и разойтись мирно но мирно можно разойтись только тогда когда все признают свои ошибки мне кажется красивые слова ни разу не заранее готовы окей и так блок призыва нет что это такой простой банальный вопрос михаил тебе что такое компания призыва нет компания призыва нет это 5 повесток получила как-то поебать заплатил штраф судей вроде как все утихло а так ты из украины нихуя ты блять один из самых популярных способов избежать срочной службы в армии по призыву супер какая цель и какая миссия вообще проекту цель проекта у нас есть небольшая цель спасти 200 тысяч клиентов от службы в армии почему на 200 тысяч потому что виду хома сапинс 200 тысяч а мы в призыва нет любим считать свои результаты в годах сэкономленных годах клиентам мы хотим как бы так красиво это все запаковали сэкономить человечеству 200 тысяч лет жизни ну такая прикольная то есть ваша цель это спасти по сути призывника от срочной службы в армии но не обязательно спасти помочь человеку сэкономить год по большому счету не мы же создаем спрос на услугу то есть сама по себе призывная система рождает этот спрос у ребят есть какие-то планы на жизнь есть так милогичное продолжение их предыдущих каких-то действий ну а каким образом в принципе работает компания то есть какие услуги вы предоставляете если говорить коротко то мы ищем основания по которому человек может не пойти в армию и помогаем ему получить военный билет то есть сопровождаем его на всех этапах которые могут возникнуть то есть если это медицинское основание это но он стал бы опасен зарывнички подготовка к походу военкомат помочь сборе истории болезни суды с военкоматом и так далее если это юридические основания то это только одно юридическая подготовка соответственно если более детальный у нас есть время не знаете у нас тайминг могу более подробно рассказать человек оставляет как-то заявку на консультацию или на участие в конкурсе и потом ему перезванивает сотрудник компании призывание приглашает его в офис на бесплатную консультацию человек приходит обсе бесплатную консультацию ему там предлагают подписать договор после чего но есть человек подписывает договор одна претензия к призыва нет как я понимаю у людей заключается в том, что они доебывать начинают, если тебе не нужны услуги по итогу, они начинают тебя типа спамить, как некоторые писали, и названивать, даже если ты говоришь, нет, мне не интересно, они все равно продолжают делать типа с разных номеров тут как бы, я не знаю, ну, они, возможно, это увидят, то, что я говорю, ребят вот как бы по этой теме, да, это не круто, наверное к нему подключаются юрист, врач и менеджер при этом я не понимаю, где здесь скам, опять же да, то, что они там могут доебывать, это равно тому, что они скамят, нет многие до того, как пойдут в призыва нет, думают, что юрист, врач и менеджер, они сидят в этом же офисе и будут с тобой работать, но в большинстве офисов призыва нет и работает дистанционно то есть как будет, раньше взаимодействие происходило как, тебе звонили по телефону и кидали какие-то рекомендации в переписке вконтакте сейчас мы ввели мобильное приложение призыва нет, вот с 1 марта оно есть в App Store и в Google Play ты скачиваешь приложение, у тебя уже там твой юрист, врач и менеджер забиты по сути всеми сообщениями с ними ты обмениваешься там, в зависимости от твоей ситуации, то есть если ты уже пришел в призывне с готовым заболеванием ты практически не работаешь с врачом, работаешь только с юристом, если у тебя нет заболевания то начинается работать с врачом он смотрит твой анамнез, смотрит на что можно зацепиться и направляет на какие-то обследования, что-то если находится, то дальше уже это раскручивается как они могут существовать в РФ и делать такие услуги, это просто невозможно не, я понимаю, что да, у многих людей складывается мнение такое, что в РФ вообще законы не работают и типа, все что касаемо там законности, это прям вообще под запретом, но тебе же, блядь, на русском языке в данном случае рассказывают, что если у тебя есть заболевания, блядь ну, меня же тоже в армию не взяли из-за того, что, ну там, по здоровью проблемы были ну, меня должны были забрать тогда, в любом случае, по твоей логике по беспределу, тупо, меня загнать туда и все, и в армию отправить тем не менее если у тебя есть что-то из-за чего ты не должен идти в армию ты не пойдешь, если юристы там и врачи докажут это, все причем, может там существовать или нет они же по закону все делают как бы там в РФ с этим проблем не было, по беспределу, типа необходимые документы для того, чтобы получить военник если ничего не находится, то юрист просто... они бонера свою рекламу перед военкоматами развешивают 27 лет, любой гражданин Российской Федерации получает военник, ну, вкратце так супер, по поводу работы менеджера, в принципе, понятное интересует вопрос, вот давай поподробнее с врачами и юристами в чем заключается работа конкретно ваших сотрудников, именно врачи и юристы что делает врач? так, ну, давай более детально когда ты только скачиваешь сейчас приложение тебе звонит врач и просит тебя скинуть фотки своей медицинской карточки, ну, то есть за все время если у тебя ее нет, юрист тебе скажет как ее получить нужно пойти написать заявление короче, в поликлинику, чтобы тебе ее выдали ты ее получаешь, ты фоткаешь все страницы, которые есть и отправляешь врачу, раньше это было в конторе, сейчас ты это делаешь в приложении врач должен посмотреть все странички, найти там какие-то зацепки ну, бывает у людей в детстве была там посттравматическая энцефалопатия из-за удушения пуповины или еще что-то либо какие-то склонности к аллергиям и так далее не, ребят, мы все видео смотреть, конечно, не будем оно очень долгое и? но самые важные какие-то моменты я бы хотел просмотреть исходя из этого, он выдает первичное направление первичное направление всегда включает в себя дневник давления всегда пиздец, вот челом делать нехуй, взрослые мужики учат косить от армии насколько же жалко это выглядит, почему? а что, в чем поработать? типа не служил ни мужик или что? от себя в УЗИ брюшной полости потому что на УЗИ всегда можно найти какие-то полипы или новообразования, которые вообще никак могут не беспокоить но при должном документальном оформлении можно получить с ними военник и, ну, может быть, какие-то реально протекают там внутри в органах проблемы ну и остальное уже зависит от того что врачи... мужчины да пошли они нахуй с такими долгами откровенно говоря долг перед кем? за что? долг это когда ты отдаешь даешь кому-то деньги в долг и он тебе должен их вернуть вот что такое долг а не то, что там, блядь ты обязан, потому что мужчина тебе это навязали уже, это чисто пропагандистская хуйня ну как, не то, чтобы пропагандистская но, типа, так принято, да, государством а почему? да потому что иди нахуй ты должен и все потому что так выгодно государству не тебе, ты с этого ничего не получаешь тебя навязали какие-то вот эти вот темы по поводу долга и все а почему? потому что ты родился в этой стране а что эта страна тебе дала? да нихуя только возможность родиться, блядь клиент выполняет первичные рекомендации и уже дальше мы смотрим есть за что зацепиться, нет за что зацепиться если есть за что зацепиться ну, уже зависит от болячки если это, например, остеохондроз то нужно собрать большую историю болезни нужно сделать рентген, нужно сделать МРТ по остеохондрозу нужно до трех повреждений межпозвонковых дисков ну, точнее, повреждений, как высота должна быть что? долг перед землей, где ты живешь, где тебе государство дает воду, еду и организовывает это все ты еще дурак, нахуй какое государство мне дает? я на еду деньги сам зарабатываю мои родители всю мою жизнь сами зарабатывали деньги на воду и еду это дает не государство ты сам на это все зарабатываешь сам за свои деньги, за свои кровные покупаешь себе водичку и покушать еще и налоги, блять, платишь с этих заработанных денег государству снижено нужно, чтобы у тебя было пройдено безуспешное лечение ну, и там еще какие-то нюансы, я уж точно не помню если это, например, какая-то, не знаю, кожное заболевание то тебе нужно стоять на диспансерном учете в твоем кожевении то есть если у тебя просто кожное заболевание и у тебя есть бумажка из частной клиники по закону этого недостаточно, должен стоять на диспансерном учете юрист помогает стоять на диспансерном учете, они везде ставят, ну вот такая-то такая история в общем, врач работает с клиентом до того момента, но основная работа, пока не соберется полный пакет документов, с которым по закону должны выдать военный билет юрист, ну он, в общем, на всех этих этапах помогает чем? ну, опять же, ты можешь прийти к врачу и сказать привет, врач, у меня рентген, вот смотри так, если бы его не было, то когда начался бы хаос, бы тебя грабили и твои родители не смогли бы зарабатывать кого не было бы государства? так, я тебе только что сказал, что люди налоги платят, государство на этом тоже зарабатывает если посмотреть на людей, которые там сидят в правительстве, ебать богатые как раз за счет простых людей и эти простые люди еще должны им служить? в армии? нахуй пошли? понимаешь, это зависит от государства и то государство, которое находится в России, это власть я не считаю, что люди должны и обязаны перед ним служить наоборот, как раз таки нужно делать все возможное, чтобы не служить перед этими кто там сидит, все дай мне направление на лечение врач говорит, иди нафиг, мальчик обычный человек, ну, не знает, что с этим делать человек, у которого есть юрист он спрашивает у юриста юрист говорит, вот, заявление на имя главного врача идешь, его подаешь и главный врач спускается, дает по голове терапевту и клиенту дают направление если с главным врачом не работает идет жалоба в Минздрав жалоба в Минздрав не работает идет жалоба в территориальный фонд обязательно медицинского страхования ну, и, в общем, пока не напишут в карточке все, что нужно в карточке написали все, что нужно человек там, ну, в зависимости от того, куда его направили идет на лечение, идет, не знаю, на рентген или, не знаю, просто нужна была запись короче, вот такая история так работает юрист с врачом плюс, почему вообще вся эта система может работать? почему вообще такой бизнес может существовать? это возможность обжаловать решение призной комиссии если ты с ним не согласен и это то, что есть в России, то, что есть в Беларуси и то, чего нет на Берерном Украине почему призов нет, никогда не откроется на Украине в России, если ты не согласен с решением призной комиссии ты можешь обжаловать его в вышестоящую комиссию или в суд и там, соответственно, уже не важно, выиграешь ты суд или проиграешь, потому что, как правило, юристы военкомата сами не являются на эти заседания потому что, ну, возьмем пример, допустим, прошедший осенний призыв если человек признали годным в ноябре он подал в суд, пока назначат первое заседание пока выйдет решение, но все равно месяц вступает в силу ты об этом знаешь уже, Саша призыв закончится призыв закончится и 31 декабря все нереализованные уже нельзя обжаловать комиссию теперь решение не приостанавливается решение призыва, они отменяются и человек идет помогать ну, этому видосу сколько уже, 3 года? таким образом, основная функция юриста не допустить отправки клиента в армию основная функция врача найти любые медицинские основания не надо по столу стучать, блядь то есть, если кратко, врач проводит прям полноценное обследование вашему клиенту, пытается найти какие-то болячки не всегда полноценные то есть, он идет по пути наименьшего сопротивления то есть, сначала историю клиента там находит, есть ли что-то если нет, то проходит уже какое-то обследование как ты и говоришь, там от легкого к более тяжелому что-то находит, начинает развивать эту историю и уже благодаря этой истории по сути призывник получает отсрочку ну, либо там в будущем уже были на билет да, юрист помогает все, по сути, эти результаты врача защитить и подтвердить в военкомате и не допустить отправки в армию нет, ну типа есть тогда вот вопрос, да, который мы не обсудили что происходит с призывниками? нет, у тебя нет болячек, ебать, ты что, робот нахуй? ты что, супермен, что ли? у тебя нет болячек? но типа есть то есть, ты что, настолько здоровый? ты кабан, ты бык? он, если ему все равно ставят годен то есть, он никаким образом не может получить отсрочку то есть, вы там, по сути, добились того, что там тот же, ну, главный человек на медицинской комиссии дал по шапке какому-нибудь терапевту но все равно это, ну, не приводит к никакому результату человек не может, вот, с очевидной болезнью, да, какой-то на которой у вас есть подтверждение получить статус негодяй что в таких случаях происходит? если даже вы дошли до суда, по сути у вас материться можно? мы продолжаем дрочить военкомат по сути, если это, ну, в большинстве регионов России мы просто идем в следующий призыв говорим призывнику, иди еще раз к своему врачу иди еще раз, иди еще раз и в итоге, допустим, через... а можно подрочить какому-нибудь генералу и все, и он тебя не возьмет в армию не отправит, потому что ему подрочил просто ну ладно, окей добрый пацанчик, спасибо тебе большое за подрочную подписку Дима, спасибо за подписку Асселентиум, спасибо большое Бибраня, спасибо С-2 у него уже вот такая история болезни а приходит пацан, первый раз, другой в военкомат некий лет призывание, то у него нет истории болезни только жалобы но, естественно, спишут, скорее всего, рано или поздно чувака у которого уже большая история болезни перебью тебя, а может быть такая история, что человек до 27 лет? может быть, но у нас пока такого прям не было а какой максимальный срок был? по-моему, 4,5 года или 5 лет у нас сейчас есть где-то на балансе около 100 человек, которые больше трех лет работают это точная информация ну, больше 100 человек а, больше 100 человек а из скольких? 70 тысяч клиентов было за все время а ваша задача – получение военного билета или отстройщика? наша задача – получение военного билета освобождение от службы в армии по призыву освобождение от призыва ну ладно, к этому мы перейдем, наверное, чуть позже а что происходит, если приходит полностью здоровый человек? то есть у него нет непризывных заболеваний? о, это промочат, так, у меня кабаны здоровые так, и что же с вами будет? никаких оснований совершенно оставаться на свободе, грубо говоря есть такая штука, как заболевание, которое есть у каждого на примере стихандрос, он есть вообще, ну, у большинства ну тогда можно вообще никого не призывать смотрел какие-нибудь исследования по этому поводу но мне говорили, что он есть у всех почему? потому что мы прямоходящие и у нас, в принципе, ну, постоянно идет давление на позвоночник и в какой-то мере остеохондроз есть у всех если ты делаешь рентген спины ну, можете проверить на себе, на своих друзьях там, в любом случае что-то, какое-то смещение одного диска какой-то небольшой сколиозик, что-то еще будет всегда это уже основание для чего? это не основание для списания, не основание для получения военника вряд ли вам с каким-то лайтовым хондрозом или лайтовым сколиозом дадут военник это основание для того, чтобы обжаловать решение определенной комиссии, нельзя просто притискать я не согласен, а почему я не согласен? потому что я считаю, что у меня вот нестабильность в шейном отделе, меня не направили, например, на УЗДГ шеи это уже основание, ну, почему? потому что нестабильность шейного позвонка он может пережимать сосуды В военкомате, как правило, не смотрят на такие вещи, и они смотрят на типа небольшой из колес, все годен, мы подаем мотивированную жалобу на действия военкомата, соответственно, это не является злоупотреблением правом, клиент не страдает, клиент получает отсрочку заслужива, и мы продолжаем у него что-нибудь искать, вот, так пока не найдем, либо пока ему не исполнится 27, он не получит военник, план такой. Если же совсем ничего нет, ну вот реально, допустим, попадается чувак, у которого реально нету ничего, можно попробовать подать жалобу на решение призной комиссии, потому что вот меня осматривал врач в военкомате, у него не было рукомойника. Ну, например, у каждого, в каждом военкомате, в каждом кабинете должен стоять рукомойник, это требование по федеральным законам. Их не соблюдают, потому что военкомат говорит, мы не больницы, хотя по идее у них там сидят врачи, которые ведут прием, они обязаны это все соблюдать. Потом в каждом кабинете должно сидеть по одному врачу в военкомате. У меня зрение минус 5,75, и дали категорию B4, и что эта категория означает? Не во всех военкоматах есть такая возможность. Как ты медкомиссию проходил? У тебя все нашли? Че нашли? У меня дохуя че нашли? Как минимум у меня недобор веса, по этой причине я и не годен. Причем я... А, годен с ограничениями. Да, а ведь, а у меня я не военно обязанный вообще. То есть даже в случае войны меня не мобилизует. Вот. А как я? Я никак, я просто в больнице лежал месяц. Меня полностью обследовали, потом с этим я пошел в военкомат, и... Я помню еще, блядь, я прихожу, меня отдельно вызвали, короче, я прихожу, сижу в этом коридоре. Перед кабинетом какого-то капитана, генерала, блядь, я не знаю. Я захожу к нему. Нет. Он там сидит в своей форме, в этой шапке, блядь. Садись. Какой-то шайгу нахуй там сидит, серьезно. Я такой, блядь, сажусь перед ним, и он начинает мне вот так... Ну, короче, я дословно не помню, что он мне говорил. Ну, типа, как-то намекая на то, что я цикло, короче говоря, да? Что мне повезло, блядь. Ну, в общем, ты там это самое. Не военно обязан. Что-то как ты будешь там... Не стыдно ли тебе будет... Что-то, короче, какую-то хуйню начал на ФРС с грозным... С грозным взглядом такой, типа... Отдает мне эту хуйню там папку со всеми там вот этими штуками. И такой, до свидания, на выход. Я такой... Пошел, нахуй, до свидания. Дела два врача, повод для обжалования. Призывная комиссия проходила не в полном составе, повод для обжалования. То есть мы ищем любую зацепку, любое основание, для того, чтобы обжаловать и перенести клиента на следующий призыв. Хорошо, вы его переносите. Что в следующий призыв происходит? Они продолжают работать с врачом и искать заболевание. Если заболевания нет, обжалуют юридически. Находят заболевание, уже на основании этого заболевания пытаются собрать историю болезни. Всегда что-то у кого-то находится, ну, какая-то, не знаю, какая-то у кого-нибудь бывает небольшая сыпь, кто-то не знает, какой-то свою аллергию. А если у меня прыщ на лбу выскочил? По идее, это должно работать так. Это уже основание для того, чтобы отсрочку получить. Ну, 27 лет получает военный билет по возрасту. На основе чего вообще происходит отсрочка, если приходит человек, и у него действительно ничего нет? Просто у меня возникает вопрос, откуда такая статистика, что вот к вам приходит призывник, и у него что-то донаходится точно? Ну, это два разных вопроса. Откуда отсрочка? Смотрите, есть такой 400-й приказ Министерства обороны, в котором написано, что все нереализованные до конца призывы решения о призыве отменяются самим военкоматом. Ну, то есть, признали вас годным и сказали, что... Я годный, кстати. Призывная комиссия, она представься на этот суд. Но не годен. Ну, то есть, это тоже орган, который выносит решение. Это решение оформляется документально. И вот решение суда, оно вступает в силу месяц. А решение призывной комиссии, оно имеет срок годности, как йогурт или как молоко. То есть, оно в какой-то момент выходит у него срок годности. Срок годности у него выходит 31 декабря или 15 июля. Соответственно, когда... Фессионал моего военкомата подумал, что я адвокат. А я всего лишь написал несколько жалоб. Каких жалоб? Ну, видишь, проблема тут в том, что в военкомате в ахуе были. Что ты жалобы написал. Они же не поверили и подумали, что я адвокат, а не просто призывник. Почему? Потому что не привыкли у нас призывники, соответственно, жалобы какие-то писать, сопротивляться, что-то доказывать. У нас как обычно, ну, молча, нос опустил вот так и идешь нахуй. Делаешь, что тебе говорят. Вот. А если что-то начинаешь доказывать, ты что? Сканчивается призывник фарма. Нет, на основании этого и происходит отсрочка. То есть решение о призыве перестает действовать. Я могу перебиваться на следующий. Если кратко и просто, то есть выносится решение, ваш юрист не согласен с этим решением. В итоге вы подаете апелляцию. И в итоге все это опять вот так переносится. Из-за того, что там достаточно большой, ну, большие сроки на рассмотрение всех апелляций, на подачу апелляций. И уже как бы нужно идти на следующий призыв. Ну, если своими словами, можно сказать так, да. Но не всегда нужно идти на следующий призыв. Бывают ситуации, когда военкомат понимает, что вот этот человек будет подавать на нас в суд. Нам надоело ходить в суд, мы не будем давать ему повестку. Такое тоже бывает. Каждый случай индивидуально. И как, ему выдают военные билеты? Не-не-не, ему просто повестку не дают. Его дело лежит в военкомате и все равно не ходит. А это законно с их стороны? Ну, точно. Я читаю, что такое-то. Типа, просто какой-то индивидуал. Чего? Супрянет поправок в закон о воинской обязанности и военной службе. Из него исчезла норма о приостановке действия решения призывной комиссии при его обжаловании. В чем тогда смысл? Ха! А вот и призыва нет! Нихуя себе! У Хесуса, кстати, конкурс в телеге. Ха-ха-ха! Призыва нет! Спасибо за 5000! Не, ну да. Это факт. У меня конкурс в телеге, кстати говоря. Это да. От призыва нет, кстати говоря. Но подождите. В чем тогда смысл этот видос? Он полностью теряет весь смысл. Вся их работа основана на том, чтобы подавать в суд на военкомат. Но если они продолжают работать, значит, есть варианты, как это все решить. Все эти вопросы и проблемы, не? Призыва нет. Они сейчас на стриме, они, конечно, могли бы ответить. С принятием поправок в закон о воинской обязанности и военной службе из него исчезла норма о приостановке действия решения призывной комиссии при его обжаловании. Бля, на этот вопрос не я должен отвечать, на самом деле. Но если они продолжают свои деятельности, значит, что-то у них есть? Они же сами принимают решение, кому отсылать повестку, кому не отсылать повестку. Это неправда, обжаловать можно, но сложнее. Я работаю с... А, ты работаешь с призывом? Нет. Нет у меня водительских прав. Зачем тебе мои водительские права? Ты забыл упомянуть, что консультация бесплатная. А, ну да. Консультация бесплатная. Мы когда общались с военкомами, у них есть такое клевое выражение, коэффициент изъятия населения. То есть у них есть какой-то... Вот они понимают, у них призывного возраста столько пацанов. У них есть такой коэффициент. А сейчас призывный возраст до 27 сей еще? Они отправляют в повесток X10 всегда к плану. Всегда кто-то не приходит по повесткам, кто-то их не получает, не живет по прописке и так далее. Какое-то количество получает, и вот из того количества, которое получает, кто-то доходит. То есть везде конверсии, из тех, кто доходит. На экс-призыв уже 30, сука. То есть у них там, как сказать, пацанов 18-27, около 6 миллионов в стране. Но мероприятия, связанные с призывом, каждый год вызываются миллионы человеков. Блядь, это девка нахуй ебнутая в донате. Она все еще донатит. Ребят, у нее уже тут 4 или 3 доната. Ты сидишь, блядь, думаешь, как бы свою жопу продать кому-то там. Ёб твою мать, блядь. Остальные 5 миллионов не вызываются. Если парень в следующий призыв не получает повестку, ваше сопровождение, он заканчивается на этом или продолжается? То есть какова цель отсрочка, либо военный билет? У нас, смотрите, ребята, в любом случае, человек, сотрудничая с компанией призыва нет, рано или поздно получает военный билет. На получение отсрочки мы не заканчиваем оказание своих услуг. То есть пока человек не получит военный билет, он висит у нас на балансе. И если человека не дергают, то уже дальше идет от того, как пожелает клиент. Ему могут предложить, иди сам без повестки в военкомат, сам заявляю о своих каких-то там болячках о чем-то еще и так далее. А у нас есть категория клиентов, которые говорят, я не хочу ходить по повесткам, я не хочу ничего делать. И очень много людей на самом деле есть, которые заключают договор с компанией призыва нет и вообще ничего не делают. Ну то есть они не ходят ни в блядь. Ну это надо бабло. Меня этот богатый смотрит. Не, особо я пока не смотрели, но мы посмотрим обязательно. Я не говорю, что прям сегодня. Если не успеем, то завтра. Но Соболева мы посмотрим, это наш любимый блогер вообще, это любимый наш мужчина, блядь. Нет, там только тогда, когда им приходит повестка для того, чтобы мы составили жалобу, чтобы их не призвали в этот призыв. По сути они заплатили за страховку от военкомата, страховка от того, что их призовут. Они не каждый призыв получают повестку, потому что они не всегда живут по прописке. Может быть где-то их там сцепят на митинги или просто в метро иногда при проверке документов, чекают, есть это в базе уклонистов. Иногда, когда гайцы тормозят на дороге, они тоже чекают по базе, могут вручить повестку, и тогда они звонят юристу. У нас много таких, и я не знаю, ну несколько тысяч человек таких, клиентов. Возвращаясь к статистике, сколько в итоге ваших клиентов забирают в армию? Я думаю, что за всё время работы компании таких было не больше 50, кого забрали в армию против их воли, и, наверное, ушли служить по своей воле пара-тройка тысяч человек. Чё? То есть это из статистики расторжений по... Пара-тройка тысяч. Пара-тройка тысяч. Слушай всю эту информацию про то, что там почти у каждого находятся какие-то непризывные заболевания. Не-не-не, извините, что перебиваю. Не непризывные заболевания, какие-то заболевания. Вы говорите, это ваша статистика. Я когда изучал этот вопрос на всяких независимых ресурсах, вот как обычный пользователь интернета, я смотрел, что там даже независимые врачи давали оценку, что у ребят не больше 50-60% из всех опрошенных находятся какие-то вот такие заболевания, которые можно раскручивать и добиваться того, чтобы получить непосредственно отсрочку в военкомате, ну и в будущем военный билет. Откуда статистика, что каждый человек, каждый ваш клиент, каждый призывник... Бля, эта хуйня продолжает... И без хребетности. Бля, ой, дура нахуй. У меня, я просто тоже никуда не принес. Просто этого сейчас не найти на сайте. У вас было на сайте написано, что каждый... 95% призывников негодны к военной службе по нашей статистике. Откуда эта статистика? Честно говоря, эта статистика взята с сайта Комитета солдатских матерей. Мы когда открывались в 2009 году, нам же нужно было откуда-то учиться. И мы учились по методичкам Комитета солдатских матерей. То есть эти методички сейчас есть в открытом доступе, только они сейчас не все рабочие, потому что это было по старому расписанию болезни. Ты не думаешь, что на дне могли издеваться и психика пострадала? Главное, чтобы деньги у него были. А что потом с вами будет, неизвестно. Сделано. Ну и по-новому где-то есть, если погуглить, то можно. И они в этих методичках писали, что 95% призывников негодны к службе в армии. И мы эту статистику просто копировали и вставляли. И писали, что это ваша статистика. Все, статистика в самом деле. Призыв. Чуть больно. Мы уверены, что выжвонили нашему консультанту. Он говорил, что 99,9% случаев мы что-то найдем. Есть из запись, где стопроцентная. Есть из запись, где стопроцентная. Это некорректные слова консультантов. Не бывает людей, точнее невозможно во всей массе населения найти 95%, 99%, 9% или 100% заболеваемости. Такого, естественно, в природе нет. Ребята говорили некорректную инфу. С этим я согласен. Но они имели в виду, что мы в 100% случаев найдем основания для того, чтобы человек не пошел в армию. То есть мы найдем, за что зацепиться, чтобы в итоге подать в суд, чтобы чувак не пошел. То есть какую-то болячку можно найти у большинства. И она не обязательно непризывная. То есть то, что врачи в открытой стате подразумевали под непризывными заболеваниями, это заболевания, с которыми дают категорию В или Д уже сейчас. К нам часто приходят парни, у которых, ну, по их болячке можно дать категорию В3. Но если они проходят в больницу, допустим, полгода, встанут на диспансерный учет. Ну, вот есть прям заболевания, в которых записаны диспансерный учет 6 месяцев. Давай, что-то еще поинтереснее. Что происходит с приземных полностью здоровой? Так, это мы послушали. Это тоже врачи призывания дают рекомендации по симуляции болезней, порчи здоровья. Че? На самом деле вот эта формулировка, которая исходила от некоторых ваших ресурсов, в том числе от ваших представителей, лично меня, лично Виталия, как я понимаю, натолкнула на мысль, что на самом деле... Ну, то есть мы даже не думали, что, в принципе, да, речь о том, что вы находите какие-то основания. Нас там натолкнуло на мысль, что, в принципе, врачи и юристы компании «Призыва нет» помогают как бы... Ну, не то, что как-то правильно сформулировать. Мы видим компанию, там отличная статистика, 95% ребят, у всех непризывные заболевания. У нас, как и у многих зрителей, я думаю, что видно было по статистике, по крайней мере, ролика Харчевникова, они разделяют наше подозрение в том, что приходит парень, у него есть непризывное заболевание, ваши врачи, ваши юристы помогают, все, он получает военный билет. У него нет непризывного заболевания, он приходит, врачи ему помогают, но помогают посредством рекомендаций по симуляциям и порче здоровья. Он опять же получает военный билет. То есть клиент доволен, вы в плюсе, статистика 95%. И в связи с этим у нас возникает вопрос, Михаил, ваши врачи дают рекомендации по симуляциям по порче здоровья? Что такое симуляция? Нет, а дальше по симуляции, какую болезнь можно симулировать? Отвечу, наши врачи дают рекомендации, любые, которые необходимы для того, чтобы клиенту поставили тот диагноз, с которым он не пойдет в армию, кроме порчи здоровья. То есть порчи здоровья быть не должно. Если она происходит, то это жесть и, в общем, это очень некруто. То есть факт симуляции есть? Я бы не сказал, что факт симуляции есть. То есть что вы понимаете под симуляцией? Давайте разберемся. Слова русского языка Ожго. Научился, кстати, судебного дела. Симуляция — это притворство, ложное утверждение или изображение чего-нибудь с целью ввести в обман, в заблуждение. Притворство быть не должно. Давайте я расскажу, например, что может быть, а чего не может быть. И вы скажете, симуляция это или нет. Далеко не будем ходить. Возьмем тот же остеохондроз. У вас были в роликах скриншоты переписок по хондрозу, где было написано, что ты приходишь к врачу, говоришь, что у тебя болит то-то, там тебе давят, ты говоришь, что тебе больно и так далее. Для чего это делается? Вот ты обычный парень, у тебя есть остеохондроз. И рано или поздно у всех болит спина. То есть у кого-то, у кого хондроз есть, у кого есть грижа, у них точно болит спина. Когда у тебя болит спина, что обычно ты делаешь? Ты пьешь таблетку для того, чтобы у тебя спина не болела. Что ты должен делать по закону для того, чтобы получить с этим военник? У тебя заболела спина, ты должен записаться в свою поликлинику, прийти к врачу, сказать, у меня болит спина, врач должен зафиксировать. Болевой синдром. Иначе без болевого синдрома человека в армию призовут. Болевой синдром – это обязательное условие, которое должно быть у человека с хондрозом для того, чтобы его в армию не взяли. Но если его нет? Если его нет, тогда не надо говорить, что у тебя есть болевой синдром. Стоп, подождите. Ваши врачи, вы ссылаетесь на скриншоты, которые мы показывали в роликах, ваш врач говорит, тебе нажимаю туда, ты говоришь, болит. А, нет, в настоящий момент. Понимаешь, в чем нюанс? Я понимаю твой вопрос. Вот у тебя есть болевой синдром. Допустим, у тебя болит сейчас спина. Ты, по идее, с этим в армию не годен. Но когда ты приходишь к врачу через неделю, у тебя спина может не болеть. Но тебе нужно зафиксировать болевой синдром. Поэтому… Бля, у меня такая херня, кстати, постоянно была. У меня болит желудок, например, да? Неделю, две. Я такой, блядь, заебало. Пойду к врачу. Записываюсь там, например, на какую-то определенную дату через три дня. Проходит два дня, все проходит. Желудок проходит, а мне на следующий день к врачу, блядь. На следующий день просыпаюсь, все, живот вообще не болит. А мне к врачу уже надо идти. Две недели болел, а теперь к врачу пойти прошел. Сука, и так постоянно. Я прихожу к врачу, такой, ну вот у меня болит. Болел. Он такой смотрит, там назначает то пятое, десятое, вот эту хуйню глотать. Все нормально, говорит, у вас. Я говорю, как нормально, если болело? Ничего не нашли. Ладно, пока. Уходишь, проходит какое-то время, через две недели опять начинает болеть. Запишешься к врачу, опять перестает болеть, сука. Тебе нужно сказать, что я тебе боли. Я не помню в той переписке, чтобы парень писал, что... Да, я перебью, вот как раз, небольшие сообщения от моих подписчиков, когда я создавал пост. Ребят, у кого есть опыт сотрудничества с приземлем, просто напишите мне, давайте пообщаемся, узнаем, что да как. Отрывок из сообщения, из телеграммы. Сейчас вот такой покажу просто, потому что он прям дословно все рассказывает, в том числе этот. Ну и, соответственно, дословно говорили, на что жаловаться врачам, активно интересовались промежуточными результатами и всегда были на связи. Отвечали на любые вопросы. По сути, они хватаются за хоть минимальное отклонение от нормы по здоровью и создают видимость, что все гораздо хуже. Моё впечатление в 1985, что совсем чуть-чуть выше нормы, но не является отклонением. Ключевая фраза, и создают видимость, что все гораздо хуже. Ну это... Развитие симуляции? Пожалуй, нет. А это претензия? Так наоборот же, ну... Я объясню. Это... Если это так, конечно, я не отвечу, да? Ты обращался человек в нашу компанию или нет? Я не буду отрицать, что он обращался в нашу компанию. Вот. Предположим, живешь ты в обычной жизни. Ну вот мы сейчас с вами сидим за компьютерами, за ноутбуками, да? Пьем там кофе, пьем чаек. Мы себя чувствуем, в принципе, нормально. Попадая в тяжелые какие-то армейские условия, там, где тебе нужно выполнять нагрузки физические, постоянно что-то носить, таскать, выполнять обязанности дневального, дежурить. Иногда там бывают марш-броски и прочее. Это... На меня смотрят те, кто служил, например, все-таки в армии. Ту реакцию, которая у тебя может не быть в обычной спокойной жизни. И на этом, кстати, основаны достаточно многие рекомендации по многим заболеваниям. Да, да. Врач призывал, ну вот человек говорит, мне 135, насколько он сказал. Я модерн служил. Давление обычное, в обычной жизни. Но непризывное 140 на 90. То есть 90 на 90 не призывают. Попадая в армию, в стрессовую ситуацию, в ситуации, когда у него начинаются нагрузки, естественно, у него давление повысится и будет выше обычной нормы. Поэтому мы до того, как он попал в армию, даем ему сначала рекомендацию ввести дневник давления с нагрузкой. И там впереди разные виды нагрузок. Это приседания, подъем по лестнице, напряжение ног и еще какие-то. И человек замеряет давление до, делает нагрузку, замеряет давление после. Наверное, то, что человек воспринял подобные рекомендации, как рассказывать, что у тебя все намного хуже, это основано на том, что врач до него не донес мысль о том, что в армии у него все будет гораздо жестче. Это просто обследование с нагрузкой. Врач дал рекомендацию по тому, как изобразить боль, симулировать непризывное заболевание во время прохождения медицинской комиссии. Мы сейчас к давлению или к чему? Мы, в принципе, говорим про… Нахуй смотришь до с 3 года, блядь, еще раз говорю. И у меня в ТГ была уже несколько раз реклама, призыва нет. Многие меня начали обвинять в том, что я якобы рекламирую скам. В том числе и на предыдущем, по-моему, стриме, на каком-то из стримов недавно. Мне все спамили, блядь, посмотрел харчевникову, это скам, что ты рекламируешь. Ну вот я и смотрю. По давлению у меня лично тоже один вопрос. Я лично скам, а никакого не вижу. Рекомендацию по нагрузкам, чтобы он был дневник. Да. Вы уверены, что нагрузки, которые вы говорите ему переносить, они ему хуже не сделают? Каким образом? Давайте вернемся к порче здоровью, все-таки чуть попозже, потому что, как бы, отдельный вопрос от нас. Еще одна история, закончим симуляцией. А сами доз харчевников смотрели? Чел. Это и есть видос харчевникова, это на его канале. Если ты не понял, блядь. Тебе бы, блядь, уже, вот если... Ты что, гонишь, что ли? Нет, там было еще до этого видео какое-то другое, но оно удалено. После того, якобы, разоблачения, они записали вот это, интервью. И в том разоблачении уже не было смысла, оно стало уже неактуальным. И харчевников удалил то видео. Ну, тут, кстати, будет момент по поводу вот этого всего. Вот, они же судились вроде там, призыва нет и харчевников. Вот, зачем призыва нет подали в суд на харчевникова? Зачем призыва нет предлагали деньги за создание ролика на НН? НН, это такой канал тоже есть, мы даже пару видосов смотрели с этого канала. Че тут еще? О, ошибки ролика НН, извинения за них. А тут есть, где харчевников извиняется? Почему был проигран суд? Проигран, точнее. Силатарми с помощью призыва нет. Сначала его... Я знаю, тюрьки, да? Сначала вы смотрели врачи в нашем городе, после переезда в другой город продолжили консультацию в режиме онлайн. Он никогда ничем не болел, призыва не давали совет, каким врачам ходить, чтобы найти что-то популярное и не дающее особых симптомов на ранних стадиях. Ничего из этого у него в итоге не нашли, призыва нет, предложили сделать ФГДС. Он ходил к врачу, изображал боли в желудке, ему назначили ФГДС. Изображал боли в желудке. Они предъявляют за то, что те всеми способами отмазывают. Сосредный клиент, тогда скама нет. Подожди, а че, плохо, что они отмазывают, блядь? В этом же и смысл. Это же называется призыва, нет. Я не понимаю, типа, ну, люди пытаются найти в тебе хоть что-то, что помогло бы тебе, а не идти служить в армию. Азовет не симуляция? Изображать боли в желудке похоже на симуляцию. Вот, это история подписчика, который рассказал. Ну, для военкомат плохо как бы. Ну, так, а ты че, военкомат, что ли? Или у меня там военкор, в эти, блядь, кто там, военкоматы. В военкомате работает, смотрит только. Сидят, просто рассказывают. Ваш врач мог дать такую рекомендацию? Любой врач мог дать такую рекомендацию. Если наш врач дал бы такую рекомендацию, то я призываю всех клиентов компании призыва нет найти меня вконтакте. Михаил Сухарев, профиль с галочкой. Скинуть мне подобные рекомендации. Если вам давали подобные рекомендации, что там было еще раз? Там было про аспирин? Или это не тебя? Аспирин не было. Изображать боль желудки? Вот, если вам врач призыва нет, в голову рекомендации изображать боли в желудке, напишите, нет? Я изображаю боли в желудке. И в случае чего компенсировать вам какие-то ваши расходы. Такое вот, эта история могла произойти? Любая история могла произойти. Ну, то есть, все мы люди, мы ничего не застрахованы. Если что-то такое происходит, мы стараемся в этом разбираться. У нас нет интереса заставлять человека изображать боли в желудке, если у него не бывает боли в желудке. То есть, если у него бывают... Блядь, а если они бывают, потом исчезают, то опять бывают. Когда не надо, бывает. Когда надо, не бывает. Это не легкий путь. Нет, есть легче. Есть намного легче. Хорошо, разве это не один из легких путей? Нет, это тяжелый путь. Идти изображать боли в желудке. Я объясню, почему. Можно перейти. Ну, мы можем это обсудить сейчас, можем обсудить на этапе с аспирином. Чуть больше, да, потому что есть еще история. То есть, отвечая на вопрос, представители вашей компании дают рекомендации по симуляции непризывных заболеваний в военкомате медицинской комиссии. Ответ, да. Ответ, нет, но. Ну, то есть, в общем, я не согласен, что это симуляция. что такие истории могли быть. Могли быть. Я хочу сказать, что это не система. То есть, сама работа компании призыва нет, не нацелена на то, чтобы врач давал клиенту рекомендации по ухудшению здоровья или по симуляции. Но такое может происходить. Если это происходит, то это баг, а не система. А эти парни служили вообще кто? Эти все... Я думаю, нет. Рекомендации по симуляции непризывных заболеваний. А можно, да? Я не знаю, что значит. Вообще, когда-либо. Когда-либо давали. Мы такое находили, но это были единичные случаи ниже, там, математической погрешности или, как сказать, то есть, в единичных случаях мы такое обнаружили. То есть, на вопрос давали, ответ да. Представители компании призыва нет, давали рекомендации по симуляции непризывных заболеваний. Но это не значит то, что... Да или нет, сначала. Давайте зафиксируем. А для чего отвечать именно да или нет? Ну, потому что... Да, зачем реально отвечать на вопрос? Какая нахуй раздавали они рекомендации или нет? Цель этих рекомендаций, даже если они были, даже если они были, заключается как раз таки в помощи призывникам избежать службы в армии. Ну, даже если давали. Плохо, что ли? Для кого плохо? Для военкомата? Ну, и хуй с ними. Я вот реально не понимаю. Вот такие вопросы, типа, ну, такое. Странно немного. Я не утверждаю то, что они какие-то рекомендации давали, я не ебу. Но и в то же время, даже если это и было бы так, то какая нахуй разница? Как будто бы вот... Мы же общаемся потом в диалоге. Ну, хорошо. Да, да, такое было. Хорошо. А каким образом тогда ваш клиент может быть уверен, что он обратится в компанию призыва нет и не попадет на врача, который будет давать ему рекомендации по симуляции? Нет, ну... Вы сказали, что это единственное. Ну, видимо, тейк в том, что эти рекомендации могут навредить здоровью? Симулировать какие-то проблемы, это может навредить здоровью? Смотря как симулировать тогда. Случай, но... Вот я, потенциальный клиент, например. Как? Я прихожу к вам. Мне говорят на консультацию, может быть, врач скажет вам что-то изобразить в военкомате. Слушай, я хочу сказать, что большинство клиентов... Бля, вот тут правильно, вот армия как раз-таки куда намного больше может навредить. Служба в армии может тебе навредить. Твоему здоровью, твоему состоянию психическому. Смотря куда попадешь, конечно, еще. Смотря где служить будешь. А если попадешь туда, где дедовщина, это что вообще пиздец? Клиентов ждут этого от врачей. Именно в том числе и благодаря вашему освещению этой ситуации многие рассчитывают по большей части на подобные рекомендации. Вы не можете быть уверены вообще ни в чем в этой жизни. Но в чем вы можете быть уверены точно? Стоп, Михаил, четкий вопрос, давайте четкий ответ на него. Давайте так работать, потому что сейчас как-то мы ушли от темы. Вы говорите опять, что такое может произойти, а такого и не может произойти. Нет, я объясняю еще. Я не говорил, что такое не может произойти. То есть я только что такого не сказал. То есть такое может произойти, и клиент не может быть уверен, что с ним такое не произойдет. компания призыва нет, это что-то плохое, что со всеми такое происходит. В общем, что делать, если с вами такое происходит? Есть много форм обратной связи, есть отзывы о компании призыва нет в ВКонтакте, есть возможность написать, например, Александру Харчевникову или Виталию. Виталий, как у тебя фамилия? Не важно. Виталию неважно. Есть возможность, каждый клиент, который с нами работает, после консультации врача или после консультации юриста получает форму с просьбой оценить консультацию врача и написать свой отзыв. Если вам дают консультацию по симуляции, вы можете поставить единицу и написать, мне рекомендовали симулировать или гробить свое здоровье, я с этим не согласен, пожалуйста, разберитесь, помогите, мы разберемся, поможем. Здесь же, понимаешь, я же на ты начал, понимаешь, здесь же другой вопрос, призывники не против этого, не против того, что им дают. Кто-то против, кто-то не против. Я, допустим, согласен с утверждением, что призывники в целом не против симуляции, то есть они, как бы вот у них есть два варианта. Возможно, вопрос в том, что симуляция непризывного заболевания — это преступление. А ты докажи, что ты симулировал. Пусть тот, кто утверждает, что это симуляция, докажет, что это была симуляция. Никак не доказать, блядь. Развитие событий, либо они идут в компанию призыва нет, им дают рекомендации по симуляции, возможно, единичную, как ты сказал, либо они, ну, или они готовы там обманывать, грубо говоря, медкомиссию, либо они идут вот вторым путем, идут в армию и теряют год своей жизни. Да не обязательно, есть еще очень много других путей. Ну, я имею в виду, вот, если вот такая ситуация. Как бы призывник, да, он об этом даже не задумывается. Все пришел, ему как бы несложно изображать какие-то боли, он даже не думает о последствиях. Вот это мое просто мнение, мое утверждение, что призывники в целом, они, ну, они не будут писать, да, то, что я недоволен, я получил там военный билет, но я недоволен, потому что мне давали рекомендации по симуляции. Понятное дело, результат же он получил в итоге. Вы получили хорошую статистику, он получил результат. Никто... Ну, все довольны же, да? В том, какими методами к этому результату вы пришли. Да нет, ребята, я говорю еще раз. Я бы не сказал, что работа призыва нет заключается в том, чтобы врачи давали клиенту рекомендации симулировать, но такое случается. И мы стараемся от этого уходить, потому что есть способы, как можно без симуляции получить военник. Вот, а если врач дает подобную рекомендацию, то он нарушает должностные инструкции и список запрещенных рекомендаций. То есть такие истории случаются. Хорошо, зафиксировали. У меня здесь достаточно много историй с Телеграма, которые... Я без призыва, без призыва нет, симулировал и откосил. Нахуя они нужны, блядь? Ну, не все такие гении, блядь, как ты. Че ты там симулировал, расскажешь? Какую болезнь ты там придумал себе? Даже интересно. Мне написали ребята. Понятное дело, что есть такая вероятность, что это фейковые переписки, как когда-то кто-то говорил, по-моему, из представителей вашей организации. Также вот у меня есть конкретные рекомендации от Екатерины. Ее профиль тоже был оформлен. Да какой рак? Вы еще вообще, что у вас один рак, блядь, в голове? Оссуждают. Хочу перейти к порче здоровья. Про симуляцию мы обсудили. Вот тут Екатерина, по моему мнению, портит здоровье призывникам. Дает она следующую рекомендацию. В течение трех дней перед исследованием едим любую вкусную и вредную пищу. Жирная, жареная, фастфуд и запиваем газированной водой и перед сном пьем газированную воду. Бухой, бля. В течение трех дней перед исследованием едим любую вкусную и вредную пищу. Жирная, жареная, фастфуд. Блядь, ну, в чате сейчас люди скажут, пф, я это и так каждый день жиру, ебать, и чё? На протяжении всей жизни. А именно, вредную пищу. А именно, жирная, жареная, фастфуд, запиваю газированной водой и перед сном ещё пью газировку, блядь. Я, когда был пиздюком, примерно так питался. Я кока-колу пил, доширак. Я, причём, жрал доширак говяжий и запивал кока-колой. Наверное, это мне реально помогло в будущем по итогу откосить от армии. В 15-16 лет я вот питался этим дерьмом. Всякую санину в рот пихал. Кстати, рабочий вариант реально откосил. Не без последствий, конечно. За сутки до утром натошил. Ну ладно, давай, за сутки. Утром натощак аспирин, 500 миллиграмм. Ночью перед сном аспирин, 500 миллиграмм натощак. Хуя. Так это что, минус желудок? Я не считаю, что эта рекомендация портит здоровье. Почему? Так, вот теперь у меня есть какие-то распечатки. Я просто предполагал, какие вопросы будут, и вчера вечером нагуглил, какие вещи. Ну, на самом деле, аспирин и всё вот это. Вот просто самый банальный совет, который реально сработает. Жрёте 2-3 пачки доширака говяжьего, и всё. Но я не рекомендую этого делать. Я лишь просто говорю, что не нужно аспирина жрать, достаточно дошек скалой. А чего, по твоему мнению, здесь может испортиться у человека здоровье и в каком виде? Источник тоже. Обычный пользователь просто искал ответ на вопрос. Возможность очень плохой. Но тут вот какой-то врач, я, к сожалению, его не знаю, терапевт-кардиолог. Аспирин есть у каждого в аптечке, поэтому в инструкцию к нему уже мало кто заглядывает. Простое правило. Если в аннотации написано, что таблетку нужно пить после еды, то это значит, что она раздражает слизистую желудка и кишечника, нанося по ним химический удар. Пока так. Ну, так почти любое лекарство, на самом деле, работает именно таким образом. Если вы будете читать инструкцию к любому из лекарств, даже витамины какие-нибудь, везде написано, что, ну, как бы, если у вас есть там язвенные какие-то проблемы, там, гастриты и прочее, то не рекомендуется. Только если это не таблетки против гастрита и язвы. Вот и всё. Пока так. И я здесь выделял в одном экземпляре, у меня здесь второй, и здесь написано, что аспирин-индуцированная гастропатия – это взято с какого-то статья с медицинского сайта гастроэнтерологов. Как сложно? Аспирин-индуцированная гастропатия, значимость которой часто недооценивают терапевты и кардиологи, возникает на ранных сроках лечения. Подожди, мне тут стинца скинули. Что там? С какого-то статья с медицинского сайта гастроэнтерологов. Аспирин индуцированная гастропатия, значимость которой часто недооценивают терапевты и кардиологи, возникает на ранних сроках лечения в течение первых одного месяца. Так, что у нас ещё по тайм-коду? Начало лечения у 10-15% больных. То есть, если тебе врач назначает аспирин, то у тебя могут начаться проблемы с желудком, возникнуть может такая гастропатия при регулярном употреблении аспирина. Но, хочу опять же отметить, если вам врач призыва нет, рекомендовал пить аспирин натощак перед ФГДС, то найдите меня вконтакте Михаил Сухарев, профит с галочкой, мы вернём вам все деньги. Почему? Михаил, один вопрос. Вы сейчас прочитали выдержку из, напомните, какой-то источник? Это сайт гастроэнтрологов, какое-то исследование, вот здесь, в чём была ваша мотивация, что аспирин натощак, в принципе, ни на что не влияет? Нет, я не договорил, могу рассказать, на что влияет аспирин натощак, и вопрос, ну, продолжим. Тогда я не перебиваю. Если вы не закончили, извиняюсь. Вот, если вы, если вам врач призыва нет, когда-нибудь рекомендовал пить аспирин натощак, то найдите меня, Михаил Сухарев, вконтакте, профит с галочкой, мы вернём вам все деньги. Почему мы возвращаем деньги, даже иногда в двойном и тряном размере, тем, кому давали такие рекомендации, потому что эта рекомендация полностью безграмотная. Мы долго не верили, что эта рекомендация именно врача призыва нет. По двум причинам. Первая причина, потому что с гастритом не дают военный билет. То есть, к этому мы можем вернуться и разобрать максимально подробно чуть позже, если будет интересно. Да, достаточно кратко, наверное. Да, с гастритом не дают военный билет. А что с гастритом дают? Для чего это вообще делается? Если вы принимаете аспирин натощак, у вас может быть кратковременное покраснение стенок желудка, и неопытный, как это называется, эндоскопист может принять покраснение стенок желудка, которое возникло на полчаса, где-то примерно так, за то, что у вас сейчас гастрит. И вам поставят диагноз гастрит. И что из этого дальше будет? А ничего. Потому что варимание берут с хроническим гастритом, с нарушением кучи функций, нужно лежать два месяца в больнице при безуспешном лечении. То есть эта рекомендация не дает ничего, клиент глотает вот эту трубку с камеры, это достаточно неприкольная процедура, я сам Тераза в жизни проходил, и никому бы не пожелал ее врач. То есть это безграмотная, плохая рекомендация. В этом году, в феврале, мы нашли коннект с Александром Хорчевниковым, и он скинул нам человека, которому давали такую рекомендацию. Мы проверили клиентов этого врача, этой врача, вот, она, кстати, гастронтеролог по корочке, и нашли трех человек с подобной рекомендацией. И все вернули деньги на текущий момент. Если мы кого-то не нашли, напишите мне, я сомневаюсь, что таких много, но если кто-то будет, я обещаю вам вернуть вот все деньги. То есть правильно я понимаю то, что здесь возврат денежных средств за то, чтобы... Я-я-я, и все-таки, я-я-я-я, рекомендация, которая просто не помогает достичь цели. Она не то, что не помогает достичь цели, клиент проходит достаточно непростое, мучительное, сложное обследование, он глотает вот эту вот трубку, а тебе нужно 10 минут лежать со шлангом в горле, и тебе там смотрят желудок и так далее. И вот за это, да, это было безграмотно. Я в свое время намучился с этой процедурой, пиздец. В те времена еще, когда я был мелким, блядь, еще в этой больнице бесплатной, в Новокузнецке, там эти трубки старые, советские, здоровые, такие толстые, блядь. Они еще грязные, их не моют, ты прикинь. Ну как, их, конечно, там как-то вытирают чем-то, моют, но ощущение, вот по виду она выглядит так, как будто нет, как будто ее не моют. Как будто ощущение такое, что передо мной был клиент, и ему засунули, вытащили, ты заходишь, и тебе сразу же суют это, никак не обрабатывая эту трубку. Представляете? Э, блядь. Пиздец, короче. И у меня после этой процедуры живот начал болеть. Вот, как я помню. И долгие годы потом болел. Потому что они это делали на живую. Без наркоза. Это сейчас современные, скажем так, технологии там и так далее, позволяют там под наркозом, например, это делать. Последние 2-3 раза я уже под наркозом это делал. Тебе вкалывают там, и ты на 10 минут отключаешься. Просыпаешься, уже все сделано, все нормально. Вот. И трубки сейчас такие тоненькие, да? Вот. Потом очко зудит. Не, ничего не зудит. Сейчас они тоненькие такие, маленькие, как бы, да? Все равно неприятно, но уже не так, как было раньше. А раньше эти трубки здоровые, блядь. Сука, он тебе в рот ее сует, там тебе глотку всю повреждают. Ходишь, потом кровью харкаешь. Сейчас все немного иначе. Ни к чему не приводящая рекомендация. Никому никогда не советую пить эспирин на голодный желудок, чтобы вызвать гастрит, потому что военный билет с гастритом вы не получите. Все. Не совсем. Какой у тебя вес? У меня, например, 52 кг, думаю, возьмут в армию или нет. Ну, сейчас у меня такой же, 52 где-то. Но раньше-то у меня вес был меньше. На тот момент, когда мне было 18, я проходил вот эту всю херню, обследование. У меня был вес, чтобы вы понимали, где-то 47. 48. Это пиздец. Не неси хуйню, это нельзя делать под наркозом, потому что человек рискует вздохнуться. Это опасно. Делают анестезионное обезболивающее в горло. Ой, смотри, какие же уебаны в мире существуют, которые думают, что они все знают. При этом выписывают хуэту тупую в чате. Блядь, такой-то тупой валенок, сука. Я тебе говорю, что мне делали и многим другим такую процедуру под наркозом. Алине недавно, здесь, в Америке в том числе, делали такую же процедуру и тоже под наркозом. Тупое ты хуйло, блядь. Не выебывайся, хуйню в чат не пиши. Если тебе этого не делали, это не значит, что этого нет. Боже, какие же они ублюдки, а? Ты делал? Я делал, да? Сколько в Америке это стоит? По-моему, бесплатно это стоило. Ну, страховка покрыла вот эту всю херню. Там неполный наркоз. Как ты неполный, блядь? Слушайте, я был и под полным наркозом, когда мне делали ринопластику. И под вот этим вот, на 10 минут. Одно и то же. Тебе ставят катетер в вену. Потом берут шприц, там жидкость в нем. Вкалывают, и ты отключаешься. Полностью. Ты просто засыпаешь полностью. На 10 минут. Через 10 минут тебя будет. Ты такой, а, блядь. И ходишь потом в таком состоянии. Как будто, я не знаю, поплывший, я не знаю, пьяный. То же самое было от обычного наркоза. Полноценного, как вы говорите. Когда мне делали эту... Нос. Так же вкололи. Уснул нахуй. Ну, проснулся через 2 часа. Только не через 10 минут. Вот и все. А вот тебе не только трубку. Я же какая-то. А почему безвредно пить аспирин натощак конкретно? Потому что вреда желудку неудобности. Но это, грубо говоря, у тебя будет вызвано... Ну, краткое покраснение. Стенок желудка аспирина — самый популярный вообще препарат в мире. И он... Его исследование... Вот здесь четкое исследование. Есть множество подробнее почитать. Количество, ну, то есть дозировка какая-то. В вашем документе написано. В документе, да? Вместе при дозировке. Можете, пожалуйста, про дозировку. Потому что я никогда не согласуюсь с тем, что аспирин натощак — это безвредная процедура. Ну, мы можем еще исследовать. Особенно после вредной и вкусной жирной жареной пищи с газированной водой. А что будет? А ты не ешь жирную пищу? Если мне это рекомендует врач, то это, наверное, немножко странно. Это странно. Это странно. Мне однажды врач порекомендовал пиво выпить. Пивка попить. И, вы знаете, это помогло. Не, ну как? Типа, он мне прям сказал, иди пей пиво. Я пришел к нему с жалобами на то, что у меня, блядь, болит желудок, сука. Болит вот тут справа, вот под правым боком у меня болит. У меня до сих пор эта хуйня периодически бывает. Я до сих пор не понимаю, что это такое. Потому что я проходил кучу обследований, всякие вот эти глоталки делал. И максимум, что у меня находили, это какую-то там хернюк. Дуоденит какой-то. Что-то, короче, незначительное. И там нужно было пропить таблетки. Денол, по-моему. Вроде проходило, а потом опять начиналось, короче. Гастродоиденит. Да, я не знаю, что это такое, уже забыл просто. Вот. И я ему говорю... Что я ему, какой вопрос задал? Можно ли выпивать пиво пить? Он такой, нет, ни в коем случае. Я говорю, не-не, я собираюсь в Чехию. Просто. Я собирался в Чехию на неделю. Вот. Я говорю, там пиво. Он такой, аааа. Это можно. Ну, такое пиво, которое в Чехии говорит, можно. Я такой, ааа, ну, ладно. Вот. Окей, думаю. Охуенная рекомендация. Так, подождай, я договорю. И, короче говоря. Ну, я последовал его совету, этого врача. Я полетел в Чехию тогда, помню. К Шевцову в гости. И мы каждый день выпивали по пиву. Передайте тому донатеру, что за 70к я тоже готов. Такой хуйней заниматься. Ну, да так вот. И, соответственно. Я пил пиво. И знаете, что самое интересное? Через деле у меня все прошло. У меня прошел живот. У меня ничего не болело. Я так охуенно отдохнул, что у меня все прошло. Я просто пил пиво, и мне стало охуенно. Вот. У меня прошел живот. И врач мне говорил, что, типа, да у тебя не живот болит. Это у тебя в голове. Я такой, что, блядь. Он говорит, это ты, типа, в постоянном напряжении. Это как если ты вот так руку вытянешь и будешь ее долго держать, у тебя рука начнет болеть. Потому что она в напряжении. Я тогда подумал, блядь, ну, врач какую-то хуйню несет, блядь. Ой-ой-ой, что такое? О, но тем не менее, тем не менее, проведя в Чехии неделю отдохнув, попив пиво, у меня все прошло. Не байтесь, не смотри это. Ведь Киевс Тонер. А что Киевс Тонер? А, Вин Клип ДВФСЯ? Это безграмотно. Я таким образом, после вот этих действий, я прихожу к врачу, и, по сути, я готов, чтобы доказать какое-то свое состояние, которое должно продолжать. А что я рассказывал? Пиво, ну да. То, поучить отсрочек. Но пиво все равно, говно, вредно, ребят. Это не значит, что надо пить пиво, и все пройдет. Не, просто, видимо, в данной ситуации, реально мне нужно было расслабиться. Ну нет, ну если поешь жирно-жареная пища, если бы после жирно-жареной пищи давали отсрочку, то все бы ели жирно-жареную пищу, пили аспирин и получали отсрочку. Но с этим не будет отсрочки. Хорошо, почему тогда врачи дают такую рекомендацию? Потому что дура. Дура? Да. Но неграмотная эта рекомендация, с этим отсрочку не получишь. Можем открыть 56-ю статью расписания болезни и увидеть, что дают отсрочку по хроническому гастритию. Это вызывает разовое покраснение стенок желудка, не вызывает нарушения никаких. функций желудка, соответственно, все. Покраснение желудка, это не портится. Нет, не порчи, но ты поставишь. Естественная банан, это былоутся покраснению трупки, тоже с Украинской стороны, так я, потому что у меня паспорт, но это странно, ладно. Наверное, мои кон аспирина на тащак и у тебя есть... Легар, или какая-то эрозия, то это тоже неприкольно, это делать нельзя. Вот, мне вот это интересно. Николай, к чему вы ведете? В общем, вы приводите несколько скриншотов, нескольких человек, которым дали фиговые рекомендации. Ну, окей, ребят, ну дали фиговые рекомендации, мы извиняемся за фиговые рекомендации, возвращаем деньги людям, которые даны, но это не система. Из-за того, что я вот это доказывал, я проиграл суд. Вы в суде доказали, что таких рекомендаций не было. Не из-за этого, не совсем так. А из-за чего же я проиграл? Ну хорошо, из-за того, что я не могу доказать все на уровне суда. Но вы же сейчас соглашаетесь с этим материалом, который я предоставляю. Это все материалы прошлых роликов. Я не соглашаюсь с этими материалами, я не утверждаю, что конкретно эти скриншоты это рекомендации наших врачей, потому что не все эти клиенты были мне скинуты. Вы вернули деньги, здесь признали, извинились перед... Перед вот этим конкретным клиентом. Такая позиция не осуждается в Украине, вот они и думают, что все ок. Ну, так, с другой стороны, такая же радикальная позиция тоже не осуждается. Которому вы давали эти рекомендации, которые мы только что обсуждали, вы вернули этому человеку деньги. Значит, история все-таки была. Можно сделать такое? Осуждается кем? Красовского, знаете же, знаете. Там вообще пиздец, ну там детям смерти желает, украинским. Кем она, блядь, осуждается? Чел ходит свободно, блядь, по Москве гуляет. И работает в своей сфере до сих пор. Да, вывод можно сделать. Все, когда говорите, что вы не уверены в том, что это вообще правда? Это этот человек. Я не говорю, что я не уверен, что это правда. Я говорю, что я не уверен, что другие скриншоты, скриншоты наших клиентов. Вот и приводил в начале скриншоты переписки в Телегон. Так, ребят, нас. Я не видел этого клиента. Тема здесь сейчас о призыве, чтобы люди не попали в армию. Я могу больше в результатах предполагать, что там было. К суду вернемся чуть позже. Просто, Михаил, недовольство именно тем, что Александр говорит, что он проиграл суд. Вы говорите, я не уверен, что вот каждая эта история... Ну да, там какие-то могли быть истории от смежных компаний. Но впоследствии вы признаете одну из этих. Ну да, потому что, ребята, вообще не было бы никакого суда, если бы мы сразу так встретились, поговорили, если бы нам сразу скинули клиента. Давайте к этому повернемся. Хорошо, ладно. Так же хочу, что вот вы говорили, что такие единичные случаи. Я распечатал несколько разных просто случаев, если будет интересно изучить. Да, интересно. А можно просто скинуть этих чуваков так же, как скинули вот одного того пацана из Красноярской области? Это будет намного проще и эффективнее. Хорошо, хорошо, без проблем. Про нарушение закона Российской Федерации вроде бы поговорили. Не надо ли что-то еще? Нет, еще один очень важный вопрос. Можно ли отказаться от выполнения ваших рекомендаций? Да. Я, я как клиент не хочу, просто не хочу. Что за этим последствия? Бля, короче, я не знаю, касаемо этих рекомендаций, это бредятина вообще. Если человек не хочет в армию попасть, понятное дело, что есть всякие риски, блядь, но если ты пойдешь в армию, там пиздец, сколько рисков потерять свое здоровье и вообще психическое свое какое-то здоровье, в том числе, не только физическое. Поэтому, блядь, я не знаю, вопросы неудобные, да, касаемо там. А вот вы порекомендовали колбаску вредную покушать человеку, блин. О, боже мой. Да, что-нибудь поинтереснее здесь еще будет? Накрутка дизлайка? Они накручили дизлайки? Нам начали накручивать дизлайки. Начали покупаться жалобы на ролики для того, чтобы попытаться его заблокировать. Сему этому есть доказательства, если вы хотите, мы их, конечно, покажем. Ну, вы помните. Помню, помню. Помните. Зачем была запущена атака на этот ролик? Какая атака? С дизлайками? С дизлайками, с жалобами, с попытками его удалить. Слушай, я могу сказать так, что я не буду отрицать, что на ролик на ebnet крутились какие-то дизлайки. Но этого не было, так скажем, это не была официальная атака, вот призыва нет. Когда вы нас обвинили в том, что мы крутим дизлайки, мы спросили в чате мы дизлайки, пацаны поражали, сказали, что нет, не крутили. И когда вышел второй ролик Харчевникова, мы точно обсуждали такую тему, что все равно нас обвинят в накрутке дизлайков. Давайте покрутим дизлайки. Но дизлайки, по-моему, не крутили, а покупали какие-то страйки или как это называется правильно на YouTube, я не знаю. Жалобы, да. Но я не знаю, сколько стоит дизлайк, по-моему, может меня поправить, если я не прав. Выкидали скрешоты, то ли в чат наибнеты, то ли в чат Корчевникова 30 копеек за дизлайк, да? 30 копеек? Дисполнительный 30 копеек за дизлайк. Ну и в общем, сколько там было дизлайков? Сколько было цены? На наибнете? Ну да, куплено. Ну куплено мы не знаем, но около 10-15. Ну то есть это стоило, сколько? 3000 рублей. Ну то есть любой, не знаю, сотрудник компании призывания не сотрудник. Нет, я не отрицаю. Логично, чтобы это сделал призывание. Почему мы за это зацепились? Потому что у нас за наше время, за несколько лет работы, в том числе моего канала, у нас такой истории никогда не было. Мы критиковали другие какие-то организации. Нам, может быть, были, но вот в таких масштабах, что вот так идет дизлайк метр, потом вот так резко все списывается на несколько тысяч, у нас такого никогда не было. Из этого мы, конечно, и от этого мы и отталкивались. Мы предполагали, что этим целенаправленно занимаетесь вы. Ну это немножко, ну как сказать, если бы мы закупали, вы можете закупили бы сто раз. Понял, я тут. Короче, у нас ребята, на деле мы аркетинг работали. Правдоподобно, наверное, то, что у нас сто тысяч просмотров на ролики и на сто тысяч рублей вы хотите закупить. Насколько это дизлайк? Ну, в общем, может быть и неправдоподобно. Ну, короче, вполне возможно, что это был кто-то из призыва нет, но никто не сознался. А по поводу страйков, жалоб на второй ролик, про дизы я не помню. Мы обсуждали. Донатят писали, военник 75к стоит, лично не покупал, идиоты здоровье портят зачем-то. Блядь, чувак, это в какой деревне военник стоит 75к? Нет, на первый так же были страйки и жалобы. Ну, в том же... Смотрите, как это выглядит. С вами общался тогда Александр, да? В Москве, ребят, минимум. Ну, по крайней мере, исходя из того, что я слышал, когда еще в Москве жил, среди тех, кто хотел купить, 350 тысяч рублей было. Сейчас вообще не знаю, что там. Написал, спросил, зачем вы это делаете, зачем вы крутите злаки. И ваш представитель, ты помнишь, с кем ты общался? Честно, не помню. Либо с Голосом. Ваш представитель, либо вы, либо Борис Лопатухин написали такую очень ироничную фразу, видимо, аудитория не оценила материал. И через несколько часов у нас начинают дизлайки списывать, мы узнаем, что их, ну, то есть получаем доказательства того, что они были накручены. И все это поведение вкупе с тем, что никому больше не выгодно, приводит нас к тому, что это была некая стратегия вашего пиар-отдела. У нас нет пиар-отдела, у нас есть небольшой отдел маркетинга, и может быть, это были они. 24 минуты, 24 минута. Я не знаю, Виталий или нет, но, в общем, на экране старый какой-то лендинг года 2013-го, на котором диктор говорит, что вот компания ФПК, федеральная правая компания, такую компанию мы найти не смогли. Я собираюсь пойти по контракту, в итоге поеду в Украину. В чем это плохого? Во-первых, ты, скорее всего, несешь бред, никуда ты не собираешься, но, например, даже если это и так, то получается, что в этом плохого? Плохо то, что ты будешь рисковать своей собственной жизнью ради чего? Ради амбиции какого-то старого уебана. Ты будешь рисковать своей жизнью ради того, чтобы твой любимый президент еще пару десяток лет посидел в кресле, да? Не потому, что он хочет сделать что-то хорошее для страны или для тебя лично, а как раз-таки наоборот. Вот это и плохо, чувак. Ну и, конечно же, ты будешь убивать людей, которые не хотели этой войны. Ты вообще, что ли? Ты дурак? Я не знаю. Наверное, да? Ну мы нашли похожую по названию компанию. Южно-федеральная правая компания, которая кому-то там проигрывает в суды и должна денег. Единственное логичное объяснение — уклонение владельцев от уплаты налогов впоследствии может вызвать закрытие организации после проверок в летали. Причем тут жопок пальца? Южно-федеральная правая компания и призыва нет. Какое уклонение от уплаты налогов? Ну ей богу. Это, смотрите, это была проблема формулировок, мы с вами ее уже обсуждали. Это была проблема формулировки. Это не проблема формулировки, это обвинение в уклонении от уплаты налогов. А обвинение не может быть, не может вытекать с проблемой формулировки. То есть, ставьте сюда слово предположительно. Так почему вы не вставили этого виталия? Ну все равно, все равно это негативно. Виталий, давай так, это было, грубо говоря, ну, ты докопался до этого. Прекрасно понимаешь, что эта организация вообще к нам никакого отношения не имеет. Южно-федеральная южно-федеральная правовая компания из Краснодара, Виталий. Вы сейчас, вы сейчас пытаетесь обвинить меня в том, что я специально как-то лил на вас уши. Да, ну а как это выглядит? Хорошо, ладно. Как я должен это воспринимать? Находится Южно-федеральная правовая компания, не имеющая к нам никакого отношения и говорится, что Сухарев уклоняется от уплаты налогов. Я к этой компании вообще никакой связи даже нету. В принципе, только название похоже. То есть это заказной ролик, чтобы сделать... А как я должен это воспринимать? Короче, ладно. Значит, НН тут ошибся, извинился. И вот на тот момент, в первую очередь, когда выходит ролик на канале НН, мы думаем, окей, ну может быть, ребята реально не знают что-то, может быть, реально так думают, давайте напишем, свяжемся, ответ от него. Сейчас подожди, ребят. Сами это воспринимается как попытка купить ваше мнение. Разговоры не получаете. Потому что вы предложили деньги, в том числе. А если бы я предложил встретиться бесплатно, вы бы встретились бесплатно? Ну, а как минимум, это выглядело бы более правдоподобно. Ну, Карин, как это выглядело? Вы бы согласились на встречу или нет? Сейчас мы с вами встречаемся бесплатно. Сейчас встречаемся бесплатно. Согласились бы, наверное, сейчас. Ну, может быть. Значит, наша ошибка, что мы предложили деньги. После этого мы подумали, так, ребята не захотели встречаться, значит, наверняка какая-то заказуха. И что мы сделали? Мы сначала сказали чуваку, отвечающему за YouTube, давай сделаем ответ Ну, ответка получилась скомканной, не очень прикольной, поэтому её удалили Я, честно, сейчас не помню, что там было Так, окей, понятно Может быть, это была не ответка Я помню только один тезис оттуда, что когда-то существовал каперский канал на яблоке И вот на это, по-моему, ведущий на всё это, как бы, в основном на это и давил Вот, а когда я встречался с Камикадзе Дэд, я об этом не упоминал Он с Камикадзе Дэд встречался Борис общался с Камикадзе В Перезаливах у нас есть этот момент, где ты предполагаешь, что мы прикупили просмотры И предполагаешь, что это заказной ролик Да, за то, что я предполагал, что прикуплены просмотры, я уже извинялся Сейчас могу ещё раз извиниться У меня доказательств этому нет, я тогда реально считал так Сейчас, когда мы встретились, уже обсудили Аналогичная заказуха Аналогичная заказуха, сейчас я так не считаю Хорошо Зачем вы подали в суд? Зачем мы подали в суд? Просто вот на фоне, опять же, это выглядело так Вы выпустили ответный ролик Он не очень зашёл Вы также вытягивали какие-то факты Ну, плюс-минус могло выглядеть всё так же, как и у нас Зачем потом вы пошли в суд? Смотри, какая была дальше история То есть до суда произошло ещё что-то То есть мы выпустили свою ответку на Ютубе И она была не очень прикольная То есть она самим нам не понравилась И мы подумали, окей, ответка какая-то не очень хорошая Значит, мы не умеем в Ютуб Давайте обратимся к тем, кто умеет в Ютуб И мы попросили помочь снять ответку Я не помню, либо нам предложили, либо мы просили Этим опять же тогда занимался Борис Что-то, блядь, они в последние дни активизировались В общем, мы договорились Снять какую-то ответку на канале Ютубе Подсъёмы на канал Ютубе были в конце февраля-начале марта Можем уточнить, вы платили деньги Ютуберу? Ютуберу, да Хорошо, пожалуйста, пожалуйста Вот Ну там рекламные ссылки, по сути, как сказать Мы заплатили как за обычную рекламную интеграцию Но я не помню Так, ладно, про интеграцию, кому они платили, это неинтересно Мне больше интересно, зачем они... Зачем удалять ролики, ну-ка А потом мы подумали, пойдём в суд Потому что бессмысленно выпускать второй ролик И зачем вы пошли в суд? Чтобы... А, ну-ка я уже, блядь, послушал, господи Что они так с роликами? В моём ролике какие-нибудь точности были Помимо пункта с договором Да, шулик, спасибо Сейчас пойдём Может, там какие-то и были Спасибо Клип смотри Да сейчас посмотрю, не переживай Ну, да Ну, то есть ты прямо говорил про то, что Мы помогаем получить только одну отсылочку Денечка, спасибо за перепад Помимо этого пункта Помимо этого пункта Ты нам говорил, что Приписывал нам Что если им попадётся какой-либо недоброжелательный клиент Постоянно паникующий И затрачивающий огромные ресурсы компании В таком случае, конечно, не захочется предоставлять Дали услуги этому клиенту И это была твоя вольная трактовка У нас, на самом деле, это говорит, что мы идеализируем себя Но мы реально очень много Когда идём навстречу клиенту И делаем что-то, что мы не обязаны делать по договору Например, если на клиента заводят уголовку Из-за того, что он не являлся по повесткам И чудо сотрудничества с нами Мы в убыток себе Выделяем ему денег на адвоката Это же не моё утверждение было То, что вы так со всеми клиентами поступаете Это же просто предположение То есть это что может возникнуть Это как следствие, а не причина Саша, ну слушай Будешь отрицать, что этот ролик был пропитан Каким-то негативом компании призывания Это был негативный ролик про компанию призывания Это не было нейтральным разбором Ты прямо в конце сказал, что Если вы поменяли своё мнение после просмотра этого ролика То я вам очень признателен Мне очень приятно Конечно, тут невозможно докопаться до слов Но в общем контекст такой Я просто спрашиваю конкретные пункты Которые не соответствуют правде Я сказал, что так может возникнуть Но это же предположение просто Это же не то, что вы так со всеми делаете Я просто говорю То есть исходя из того, что вот так с клиентами поступили Может быть случится в будущем такая ситуация Я же не говорю, что она вот обязательно со всеми происходит Ты же знаешь, как это всё воспринимается аудиторией И как это было воспринимается Алло, модеры Ты же, ну ты Алло, модеры Вы что, не видите, долбоёба в чате? Шо, блядь? Кроме одного призыва Но в остальном Какие слова люди в чате употребляют Обходят бан Офуевшие, блядь, черти Ну разоблачение, по сути, популярный на тот момент формат О компании призывания Мне кажется, что субъективное понятие Я не планировал, чтобы у вас вызвался какой-то негатив Можем ещё Могу я ещё услышать какие-то пункты В этом ролике, которые Не соответствуют правде То, что Так, ну хорошо, ладно Если это прям так, мне надо поискать Просто то, что я так предположил Ну как-то это... Ну это было... Я бы не сказал Что-то... Нет, вы утверждали, что это заказное Но вы там, наверное, тоже что-то предполагали Я учил одна нога Пиздец С пользуя какие-то первоначальные факты Давайте так Может быть я скажу Может быть я скажу, какие факты в этом ролике являются самыми главными Откуда я отталкивался Причём начинал он этот видос с двумя ногами Под конец видоса уже одна Это... Ноги нет В договоре, да? Конкретно про один призыв, два призыва Моя ошибка ориентировался исключительно на мнение нескольких юристов Которые говорили, что так, то сяк Поэтому я положил раз в два пункта Возможно, и было стоило Второй момент Это симуляция порчи здоровья Мы сейчас про это общались Ты говорил, что такие ситуации могут быть Может симулирует ногу, поджал куда-нибудь там Симулирует отсутствие ноги А третий момент Это как раз статистика 95% Мы тоже всё это обсудили По факту, вот, один пункт, да Который могу признать, это вот договор Его не стоило требовать Я некомпетентен, пообщался, возможно, не с теми людьми Вот Его бы я не трогал Остальные два пункта Ну, ты говорил Понимаешь, мы обсудили И пришли к ним, что это может быть В редких случаях А у тебя были фразы Они имеют установку Давать рекомендации по симуляции Возбуждать хроническое заболевание Портить здоровье Блять, то есть, главная претензия В разоблачении Харчевникова Была в том, что они просто дают рекомендации Нехорошие Я сейчас демонстрирую в материал Там разве нету симуляции порчи здоровья? Порчи здоровья? Нет Я с этим не соглашаюсь Порчи здоровья там нет Не, я думал, типа, претензия И скам в том, что они наебывают Типа, кидают людей на бабки Для меня скам просто Это когда тебя кинули И все На деньги А тут как бы, блять В чем? Могут случиться С любым человеком Но у нас нет установки Портить здоровье человеку Нет установки Хорошо, установка Че тогда вообще Мне предъявляете что-то, блять? Зачем? То есть, если бы я сказал то, что Случились вот такие Короче Все понятно, блять Опять то же самое Что еще тут можно, в принципе Подытожить Давайте, наверное, да И все И, в принципе, нормально будет К чему мы пришли? Вывод каков? Писать на камеру Общие выводы В принципе, давайте Подытожим Мы поговорили Все вопросы конкретно С моей стороны Обсуждены Давайте просто подытожим Кто к чему пришел В конце этого диалога И Можно начать С кого? Кто хочет С тебя С меня Кратко По поводу Порча здоровья Все-таки настаиваю на своем Мне кажется, здесь нужно Подговаривать При своем мнении По поводу аспирина И так далее То, что для меня Это порча здоровья Когда врач Через специальную Сеть ВКонтакте Дает такую рекомендацию Для меня это порча Мы сейчас смотрим Призыва нет С Михаилом Компании, которая Помогает призывникам Соответственно Откатить от Ну как откатить Господи По закону там Скажет их Получить отсрочку Или военный билет Вот Я просто рекламирую В последнее время Призыва нет А мне начинают Предъявлять Что я там Это самое Ну скам рекламирую Но я вот я людям Показал, что это на самом деле Нихуя не скам И мы заканчиваем Смотреть К выводу Что симуляция случалась Это харчевникам Это у него на канале Ведус Ну как помогает Аспирин в помощь Бля ребят Вам объяснили Что про аспирин Это единичный случай Да и к тому же Если бы мне дали выбор Пойти в армию Или просто Ожрать аспирин Ладно Я ничего говорить не буду Просто Включайте свою голову Думайте своей головой Как вам жить Это же вам надо жить Правильно Служить в армии Там если вы хотите Окей Ваше дело Я не могу давать Какие-то Рекомендации Правильно Вот и все Хесу посвящается Что опять кто-то Да дайте мне видео Досмотреть Господи блять К сожалению Может я душный Но я остался При своем мнении То есть Я не говорю Что 100% клиентов Смотри Сейчас Дайте досмотреть Чуть-чуть осталось Получает военные библиоти Получает от срочки Из-за того Что врачи сказали ему Симулировать Или портить свое здоровье Этого я не утверждаю Кстати Небольшая ремарочка Я не буду На 10 минут говорить Но в ролике От проекта НН На самом старте Около 30-40 секунд Мы сказали Что призывание Компании Которая сейчас Успешно работает И все в порядке После этого Очень иронично было Читать решение суда Потому что там Некоторые вещи Были вырваны Из контекста Как я это вижу То есть к вам приходят Парни Возможно 50-60 Мое личное мнение Процентов ребят У них действительно Есть проблемы с военкоматом У них есть какое-то заболевание Но военкомат Поханать клон В тебя дед шиноби Воен украинский уважает Это намного важнее Чем признание Какого-то ноунейма Радикала Мне хочется его признавать Грубо говоря Либо Ну безвыходная ситуация 40% приходят И опять же ждут от вас Результаты Видя 95% Уже их нет Но тогда Видя 95% Они понимают Что ребята меня в любом случае вытянут И Они получают рекомендации По симуляциям По порче здоровья И они получают Результат Все опять же довольны Но есть ребята Которые выполняют Рекомендации Они не понимают Что из-за Условного аспирина Ну какого-то другого Жесткого коктейля С ними может быть В будущем То есть они получают Военный билет Они счастливы Вы счастливы А потом у них Какой-нибудь Не то чтобы Неизлечимое заболевание Но то что им Испортит дальнейшую жизнь Возможно Какие-то дальнейшие Перспективы И я считаю Что вы Михаил знаете об этом Но не говорите Понятно почему У меня все Я тоже очень надеюсь Что это последнее Короче я понял Ребята Если вы не хотите Идти в армию То если вы Поищите информацию В интернете У вас всегда есть Возможность Различными способами Туда не попасть И портить свое здоровье Абсолютно не обязательно Вы можете делать это Самостоятельно Можете обращаться В компанию призывонет Но если вдруг Вы поняли Что вам нужна Юридическая или медицинская помощь Со стороны компании призывонет Или со стороны Любых других компаний Не стоит бояться Что вам будут портить Своё здоровье Потому что я вас уверяю Конкретная компания призывонет На это не нацелена И это не наши методы Если вдруг Такое будет происходить И вы переживаете Что призывонет Портит свое здоровье Я вам лично обещаю Что мы вернем вам Все деньги Если такое будет происходить Вы всегда можете Не связаться У нас есть стримы Прочие прямые эфиры Мы достаточно публичная Компания Смотрели Все Надеюсь Отменять Теперь отстанут Люди Скажется Что своими скамами И так дальше Темнее скажу Что я не верну тебе деньги Потому что я жадина говядина Вы можете отправить Этот скриншот Александру Харчевнику И тогда это будет Точно не последний ролик На канале Харчевнику Или на канале на ремет Я очень надеюсь Что такая стратегия Будет работать Потому что Потому что Окей Все ребят В общем и целом Базу мы прослушали Окей Что произошло Базу